ребят всем привет и доброго времени суток вы находитесь на канале земцу увижены в одном из прошлых видео я делал обзор вот такого вот зимнего рыболовного ящика это helios тонар 19 литров бюджетный хороший ящик который может служить рабочей лошадкой и в принципе быть первым ящиком в рыболовной карьере начинающего зимнего рыбака ну а в этом видео я поделюсь своим мнением и сделаем конечно же обзор вот такой вот сумки для зимних ящиков это зимняя сумка салма она указана как для 2080 по моему салмамского ящика но это далеко не панацея и подходит она пройдет под другие сумки и так давайте перейдем к делу во-первых сумка это в сложенном состоянии довольно компактная выполнена она из полиэстера этот материал устойчиво хорошо к истиранию он до определенной степени держит влагу но конечно же не является водонепроницаемым поэтому в том случае если вы раньше рыбачили с ящиком пластиковым и приходили просто ставили его куда-либо ну и не думали о нем он конечно же не ржавел не портился не гнил что касается сумки тут конечно либо нужно ее после рыбалки снять и высушить на батарее допустим либо тот же самый ящик поставить где-то рядом с батареей для того чтобы высохла это самая сумка габариты данной сумки составляют 39 и 5 на 24 и на 37 это высота причем подготавливая этот материал я увидел что чисто технически на бумаге как бы эта сумка не должна подходить к моему ящику потому что по крайней мере там где я смотрел ширина сумки указано как 24 а ширина ящика как 26 и тут как бы возникает вопрос подойдет или не подойдет у человека который практически никогда не примерял вот сегодня как раз показываю на примере своего ящика и будете знать подойдет вам такая сумка или нет в общем давайте наденем ее на ящик ой-ой-ой раз-раз буквально одна минута и зимний ящик превратился у нас в зимний рюкзак давайте же более подробно рассмотрим как это выглядит и что в принципе у нас получилось зимний ящик вставляется внутрь основы снизу есть вот такие вот две лянки которые удерживают ящик от того чтобы он вывалился логотип салма спереди есть вот такая вот крышка как бы накладка и здесь кстати продублирован мягкий материал здесь есть такая вот тоже вставка из пенки и сидеть на ней будет мягко даже в том случае если у вас родная накладка с ящика куда-то потерялась 2 fastx 2 карабина и по fastx думаю сейчас будет видно или соответственно очень быстро это все приводится в закрытое положение в том случае если ящик у вас более высокий а большинство ящиков имеют также среднюю вставку то здесь при помощи вот этих вот самых fastx of можно длину ремешка увеличить и он будет доставать дальше то есть более высокий ящик вы можете сюда так скажем интегрировать видим что в принципе доступ к ящику остается практически такой же самый как и когда этой самой сумки у нас нет то есть вот она синхронно откидывается вместе с этой накладки все защелкиваем здесь впереди либо в задней части откуда смотреть во первых есть вот такая вот сетка куда можно в первую очередь для меня положить перчатки я считаю так также здесь есть большой карман куда уже поместится коробка с приманками скорее я допустим сюда буду класть коробку с балансирования на одной боковой части у нас есть полноценный такой карман здесь тоже есть маленькая сетка небольшая но в принципе в первую очередь это важно вот так вот такой вот карманчик куда можно также что-то положить в моем случае я буду сюда класть видеокамеру экшен камеру хотя тоже не факт почему потому что слишком сверху как бы находится это молния лучше положить что-то ценное внутрь а сюда можно допустим какой-то небольшой тормозок пару бутербродов забросить в принципе будет замечательно с этой же стороны с противоположной у нас есть вот такой вот карман он на утяжке то есть мы можем сюда вставлять что-то довольно объемно и потом это довольно хорошо фиксировать этот карман в принципе также подойдет для тех же самых перчаток для какого-то возможно дождевика если вы идете рыбачить уже в конце сезона и также сюда можно попробовать поставить термос считал что люди так используют этот карман но в принципе посмотрим на практике что в задней части есть у нас конечно же вот такие вот две лямки которые между собой дополнительно фиксируются на груди при помощи также фастекса при помощи такой защелки которые дополнительно фиксируют данный рюкзак на корпусе единственный момент который хочу от себя сказать это родной ремешок надо либо снимать либо вставлять его вовнутрь этого всего но вовнутрь это опять же будет застревать будет неудобно потом доставать поэтому лучше снимайте я сейчас просто демонстрирую это все поэтому не снял ремень но в целом конечно же на мой взгляд вот это вот просто замечательная вещь для тех рыболовов которые в первую очередь пешком ходят далеко допустим если вы приезжаете на автомобиле прямо к водоему и вам нужно пройти 50 метров с ящиком ящиком никаких вопросов на плечо на одно плечо дошли забурились ловите все но мне довольно часто приходится ходить минимум 10 до 20 километров пешком это сбором с рюкзаком со снастями поэтому конечно же на одной стороне плеча мне лично носить это все очень и очень неудобно а вот в таком виде виде рюкзака просто замечательно но тоже чем пока лично футфу не сталкивался но о чем читал о чем смотрел это о том что есть опасность травмировать спину при падении больше чем при наличии допустим обычного рюкзака потому что вы падаете на жесткая и тут конечно же на льду надо быть осторожным возможно когда вы доходите до самого водоема можно сбрасывать рюкзак на одно плечо на одну лямку и по самому льду там где скользко двигаться уже так там обычно двигаться недалеко а до водоема через лес по городу и так далее в состоянии рюкзака идете идете вот так вот лично мне данный рюкзак вот сейчас покажу на ту камеру мне этот рюкзак нравится очень и очень сильно сейчас уже осталось в моем регионе буквально месяц наверное до установки льда и поэтому жду с превеликим удовольствием и трепетом а может быть уже когда вы смотрите это видео я сижу где-то с этим рюкзаком с этой сумкой с этим ящиком и ловлю рыбу так что подписывайтесь на канал чтобы видеть выпуски так сказать уже с водоема ребят если это видео было для вас полезным то поставьте лайк подпишитесь на канал сейчас это особенно важно потому что монетизации к сожалению нет а поддержка важно так что всем удачи на рыбалке счастливо